Шире, смотрите, дело в нас с вами. Интересное явление конец этого года, я чувствую, запахло слабостью, запахло слабостью Кремля. Они здесь, с одной стороны, размышляют над тем, как победят НАТО. Я же был у десантников, спросил у ребят десантников, а вообще, чего хочется? Я такой голос сзади, такой грамотный парень, говорит, медаль за взятие Вашингтона хочется. Трэндит поймет, как обычно, потому что грамотный парень, тем более десантник, никогда бы так не сформулировал свои мысли. Он бы просто промолчал и был бы доволен тем, что он до сих пор остался жив. В отличие от многих других российских десантов, потому что это самая опасная профессия. Но что мы тут слышим? Мы слышим, что россиянам рассказывают о том, что они вроде бы как должны захватить Вашингтон. Времена непростые, в военное время должно быть едино начали, а то у нас один депутат идет до Киева, другой депутат идет до Львова, третий хочет уничтожить Великобританию. Один наш знакомый несколько раз. Другой шарахнуть по Вашингтону. А цель-то мы какую преследуем? Если мы посмотрим высказывания таких должностных лиц, как товарищ Риббентроп, он же Сергей Лавров, то он в конце года дал несколько больших интервью, где в принципе попытался описать, что же происходит. И вот там, в этих интервью, запах слабости и распада Российской Федерации. Смотрим, агентство ТАСС спросило о Сергее Викторовиче Риббентропа. И, отвечая на ряд вопросов, он говорит, действия стран коллективного Запада и подконтрольного им Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Глобла. Далее. Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО – победа над Россией на поле боя, как механизм существенного ослабления или уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на все. Или на многое. То есть, 10 месяцев и, внимание, 5 дней войны. И главные кремлевцы, обитатели бункера, у которых как раз есть билет на случай дня Че, говорят об уничтожении Российской Федерации. Ребята, и после этого вы хотите нас испугать вашими ракетными ударами, что самое важное и достаточно показательно, карту Терила Буданова о расчленении России показывают по российскому телевидению. И таким образом заставляют привыкнуть российского гражданина. Вот эта карта, которую себе повесил Буданов, так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление, это смертельно опасная вещь, и об этом забывать нельзя. Вот так вот. Воюете вы с Западом, а делить, дробить большую Россию будет Украина. Возвращаемся к интервью Сергея Викторовича. Он там нам рассказывает о том, что коварный Белый дом хочет нарушить традиционные связи между Россией и Европой. Еще больше подчинить себе европейских сателлитов. Это цитата. Однако хочется сказать следующее, но подождите. Во-первых, это произошло аккурат после полномасштабного российского военного вторжения в Украину. До этого вы и нефть, и газ продавали в Европу, а теперь что-то пошло не так. Если разобраться, что ждет Россию в следующем году, конечно же, продолжение войны. Мы будем уничтожать российских оккупантов. Вот у них сейчас был такой, знаете, запал захватить Бахмут. Была-то даже такая частная военная компания «Вагнер». Вагнер – любимый композитор Гитлера. Это, наверное, совпадение, но тем не менее. Так вот, нет ее. И некоторые товарищи из этой преступной террористической организации даже назвали Герасимова, начальником Генштаба Российской Федерации, плохими словами. Что, мол, боеприпасов нет, того нет. Смысл в чем? А вагнеровцы публично начали крошить батон на военных, потому что не в состоянии захватить этот город. Потому что Бахмут – это место фортеця. Мы наступаем 3 сантиметра в день. Его фраза. Без комментариев. Перенеся череду унизительных отступлений, российские военные укрепили свои позиции возле криминной серии оборонительных барьеров, что является частью их усилий по укреплению позиций вверх и вниз по неровному фронту, протянувшегося на сотни миль, пишет американское издание. Возвращение города и других близлежащих городов расширит позиции украинской армии в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск. Президент Украины также подтвердил, что ситуация там является достаточно напряженной. Криминная, как и Бахмут, является на сегодняшний день, а также ситуация возле Лимана, является самыми горячими точками на карте военных сражений. Правда, ситуации в Криминой уделяется куда меньше внимания, как еще одному, кстати, городу Мелитополю, освобождение которого позволит уничтожить сахопутный коридор, связывающий экупированный Крым с Ростовской областью. Именно Мелитополь станет битвой столетия. Уже сейчас начинает так подгоревать интерес к ситуации вокруг города в Запорожской области. Мировые СМИ, слишком много ажиотажа откровенно, и он мешает, будем говорить так, откровенно военному планированию. Хотя, с другой стороны, это может быть точно так же частью операции по дезинформации российского оккупанта. Какова ситуация реальная с Мелитополем? Они действительно перебрасывают огромное количество войск, строят военные укрепления, что видно, в том числе и на спутниковых снимках. Однако там враг является уязвимым, в том числе, потому что Мелитополь является, в течение всех месяцев войны с Ферролем, является основным очагом партизанского сопротивления. Именно там украинские партизаны носят максимальное количество разрячих ударов, уничтожили уже там несколько сотен российских оккупантов, подрывая их, расстреливая, а также уничтожив несколько десятков коллаборантов и числа украинских граждан. Кроме того, Бердянск, еще один город Запорожской области, на его территории российским военным из-за активного партизанского движения разрешили передвигаться по городу в гражданской одежде. Беспрецедентное решение, причиной тому стали недавние убийства трех военнослужащих оккупационного контингента. Они числятся проправшими без вести для того, чтобы не сеять панику. Об этом сообщили в центре национального спрота. Как мы понимаем, ситуация с ростом сопротивления гражданского, она будет обостряться по мере приближения фронта, по мере приближения освобождения со стороны украинской армии. И поэтому ситуация, что в Бердянске, что в Мелитополе, будет становиться все более и более драматичной. На фоне этого враг активизирует, собственно, карательные усилия по пыткам похищения украинских граждан. Активно занят они поиском украинского подполья. Однако существенных успехов в данном направлении они пока что не достигли, по счастью. Идем далее. Министр обороны Италии Гвида Крозетта заявил о том, что считает возможным, хотя и маловероятным, применение России тактического ядерного оружия против Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Иль Месседжеро». Применение тактического ядерного оружия России возможно, для нас это немыслимо, а для Москвы – да, если будет пройдена точка невозврата. Короче говоря, потенциально такая опасность существует, хотя и очень маловероятная, заявил министр Италии Гвида Крозетта. Заявление западных чиновников, и в том числе и военных, относительно возможности применения Путиным ядерного оружия в последнее время существенно снизилось на порядок, если мы сравним с ситуацией, которая была еще в октябре и ноябре. И поэтому заявление министра иностранных дел скорее связано с внутреполитической тяжелой ситуацией, непростой внутри итальянской правящей коалиции. Тем не менее, как заявил министр обороны Италии, его страна продолжит поддерживать Украину, в том числе и предоставление военной помощи. Премьер-министр Италии Джорджио Мелони, недавно пришедшая к власти, заявила Зеленскому о том, что ждет его в гости. Также Рим рассматривает возможность предоставления Украине систем ПВО. Италия принадлежит числу тех стран, которые оказывают Украине поддержку на протяжении нынешней фазы эскалации войны с февраля. Возможно, не так заметно, как другие страны. Тем не менее, Италия предоставляет очень многое Украине, в том числе и бронированные машины, в том числе и пулеметы итальянского производства, стрелковое оружие активно поставляют сюда, в Украину. Поэтому эта помощь приходит. Еще раз повторю, возможно, она не так заметна, но ее достаточно много. Я встречал, в том числе и итальянское оружие сам, в ходе этой войны, и пользовались и мы, и наши подразделения, ими точно так же активно. Субтитры создавал DimaTorzok